МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не заплутать в дебрях цифровых решений, понять, как они работают, узнать о тонкостях, скрытых возможностях и не стать жертвой киберпреступников поможет программа «Цифровой Казахстан». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как сделать платные парковки столицы еще дружелюбнее к пользователю? Может ли среднестатистический казахстанский студент стать владельцем большого IT-проекта? И кто даст деньги на реализацию? Обо всем в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студентка из Караганды создала виртуальную клинику, в которой можно примерить будущую улыбку. Ее посетителю, желающему изменить прикус, к примеру, или вставить выпавший зуб, даже не нужно выходить из дома. Все можно сделать в виртуальном пространстве. Разработка карагандинки заинтересовала финнов, и те выкупили проект. С помощью этой клиники пациент может онлайн записаться, то есть он уже не стоит в очереди. Во-вторых, он может рассчитать онлайн-бюджет, то есть он не идет в стрипу уже в стоматологию, он знает, сколько там потратит. И третья администрация еще, кстати, может смотреть, сейчас видеть за местоположением каждого своего сотрудника и клиента в клинике. Проект «Карины» – один из тех, что нашел своего инвестора. Большинство же завершаются еще на стадии презентации. И часто дело даже не в том, что они не конкурентоспособны или неинтересны в принципе. Случается, что разработчик попросту не способен создать красочную презентацию. Международный опыт показывает, что 9 из 10 проектов, как правило, не жизнеспособны. Но главное зачастую не в победе. Важно суметь представить себя. Просто иметь хорошую идею недостаточно. Вы должны собрать команду единомышленников, составить бизнес-план, найти финансы. Площадки для поиска финансов, инвесторов, да и просто для презентации нового проекта сегодня предлагают многие учебные заведения страны. Некоторые для начинающих предпринимателей создают целые лаборатории. Мы запускаем эту программу инкубации. В течение трех месяцев они будут работать над проектом. То есть уже на выходе будет команда, будет портатив, будет, скажем, готовый бизнес-план. И уже пул потенциальных клиентов, которые готовы уже, скажем, взяться в этот проект. И в дальнейшем у нас уже запускается программа акселерации, это уже летом будет. То есть там уже проект будет нацелен именно на создание уже конкретной компании и выходом на рынок. Димаш Жунусов один из тех, кто смог оценить плюсы инкубаторов. В них бизнес-проекты действительно растут под четким руководством опытных наставников. Сотрудники нашей команды, бывшие сотрудники крупных компаний, как Google, Facebook, Яндекса, сейчас потихоньку все возвращаются на нашу родину. И мы видим, что IT развивается, государство вкладывает, инвесторы голодные, хотят инвестировать. Онлайн-школа программирования. То есть каждый ребенок заслуживает получить качественное образование именно в сфере IT. Мы создаем целый сервис, который будет включать качественный контентный материал. Также у нас будет свой, так скажем, холл-центр программистов. Но здесь нам нужна поддержка именно в инфраструктуре. То есть нам нужны места, где мы смогли бы полностью развивать проекты. В таких-то инкубаторах и вырастают большие проекты, каждый из которых способен сделать жизнь каждого из нас удобнее и комфортнее. Тем более, что задачи, которые нужно решать прямо сейчас, сама жизнь подбрасывает чуть ли не ежечасно. Успевать только их замечать. Мы все говорим про цифру Казахстана. Что такое цифру Казахстана? Цифру Казахстана – это не что-то сделать глобальное и большое. Цифру Казахстана – это что-то сделать, чтобы вам было удобно жить в вашей жизни. И это должно быть немножко даже незаметно. То есть вы даже не должны заметить, что что-то изменилось, но вам стало удобно. Например, какие проблемы я увидел в Астане, приехав сюда. Я вижу, что, первое, есть проблема с парковками. Что бы я сделал? Я бы сделал так, чтобы, въезжая в парковочную зону, мне предоставило пуш-уведомление. Вы въехали в парковочную зону. Номер парковки такой-то. Нажмите эту кнопку, и вы заплатите за свою парковку и можете гулять. Таких идей в воздухе нашей большой республики не одна сотня. Ну и каждую в идеале нужно не только поймать, но и реализовать успешно. Чтобы сделать нашу жизнь еще немного проще и вдохновиться чем-нибудь новым, узнать о котором можно, к примеру, в программе «Цифровой» в Казахстане. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!